Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, мне нравится Так, хорошо, ну давай, ложись Ой, как мы тут с тобой будем варьбить Ой, как хорошо, скажи Тетка купила себе кресло Тетка довольна Слушайте, я сказала замечательное кресло Предвкушая вопросы, где, когда и как Я его ждала две недели Нет, чуть побольше, потому что доставка задержалась Любая мебель, которую вы где угодно заказываете Она почему-то всегда задерживается с доставкой Заказывала на Яндекс.Маркете Или на Азоне Короче, ссылку внизу прикреплю, я не помню На каком-то из этих маркетплейсов Слушайте, пришло Вполне себе неплохое кресло Единственный лично для меня минус Оно немножко низковато, как будто бы Но в остальном оно достаточно удобное И я прям могу в нем развалиться И вот так могу И вот так могу И вот так могу И вот так могу И в конце концов вот так могу Так что, в принципе, мой творческий уголок почти сделан Я в итоге поняла, что мне все-таки нужен будет сюда журнальный столик Такой круглый, обычный, типа как икеевский Я думаю, что я его закажу на Валберис Потому что я видела много разных там прикольных и не особо дорогих И все И я доделаю уголок своей мечты Потому что на этом кресле удобно вязать Я не встану с него в ближайшие выходные точно Прямо передо мной окно Соответственно, у меня все светло, все ярко, все видно Из-за отсутствия журнального столика Моим столом пока что служит подоконник Но это ничего Мы потерпим Вообще супер Все замечательно А в ближайшее время буду заниматься Одним интересным проектом Субтитры создавал DimaTorzok Тientras помню на него Второе место Можем ヒ wart Когда он секрет Тащас 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 Ох Т. Т. Тil Как Весен Тащас 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 Субтитры делал DimaTorzok Проверка Это прям вообще супер! Ай, как хорошо! В общем, сейчас вы видите тело свитера, который я сейчас вяжу. Здесь еще осталось доделать рукава и все. Я его вязала сверху вниз, то есть вот здесь видны, это регланная линия называется. И то есть ты от ворота начинаешь, делаешь 4 регланной линии и как бы делишь свитер на 4 части. То есть перед, спина и 2 рукава. И это мой второй свитер. Я пробовала вообще этот метод на первом. Вот такой у меня есть тестовый вариант. Но я думаю, что я его распущу, потому что он в итоге получился не очень хорошего и правильного размера. И в принципе из-за того, что у него не очень хороший и правильный размер получился, он сам по себе весь выглядит не очень суразно. И у него очень узкая получилась снизу резинка, поэтому он выглядит супер прям странно. Но он выглядит вот так. Я думаю, что я его просто распущу и переделаю заново, потому что вот этот... Что-то я вообще прям удивлена, но мне очень нравится, как он получается уже. Прям очень хорошо. Прям просто супер. Это моя любимая вещь из всех, которые я вязала пока что. Я, правда, его еще не довязала, но это ничего, это не важно. А! А! Какой хорошенький! Да? А! Какой хорошенький! Ой, morning! Сегодня на очереди небольшой экскурс в мир современного искусства. Дмитрий Аскео — это художник, чьи работы вы могли видеть на Ленинградском вокзале в Москве, на улицах Нижнего Новгорода, Тулы и в других городах России. Аскео сделал свою первую работу в 2009 году для выставки Faces and Laces, посвященной уличной культуре. Это было сделано в рамках проекта Adidas, где художникам было предложено оформить фанерные силуэты кроссовок. Два года спустя этот опыт послужил толчком для изобретения собственной оригинальной техники — мозаичного рельефа. В его основе лежит реалистичное изображение, фотография или кадры с фильма, по которым Аскео делает авторские эскизы. Они переводятся в векторный формат, а затем в чертежи для лазерной резки деталей, после чего картина собирается из фонарных элементов, как конструктор. Сам Аскео говорит, что на его творчество повлияли лего, видеоигры, советские мозаики и плакаты, которые остались в его памяти с детства. Таким образом художник визуализирует взгляд человека сквозь призму цифровых технологий. А теперь его картина есть на дебетовой карте Тинькофф Блэк. Среди всех заказавших карту с работы Дмитрия Аскео до 28 февраля, банк Тинькофф разыграет 30 постеров в технике шелкографии с подписями автора. Заявка на участие в конкурсе будет доступна всем обладателям карты в сториз-приложении Тинькофф, а постер будет повторять изображение на карте. Ну и помимо оригинального дизайна, карта Тинькофф Блэк дает вам до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров, и их список постоянно обновляется. Кэшбэк начисляется рублями, и также вам доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через СБП. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. Оформляйте карту по ссылке в описании, чтобы прикоснуться к искусству и поучаствовать в розыгрыше. Удачи! Вы справитесь. Я у вас не сомневаюсь. Ну вот, бывает, не вышеликозэр. Кэшбэк 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 Субтитры сделал DimaTorzok Та-дам! Я сделала свитер. Мне кажется, он выглядит суперклассно. Он прям такой весь объемный. Единственное, мне осталось его постирать, чтобы он выровнялся, чтобы он, соответственно, постирался. И он еще такой прям мягкий. Вообще, рукава получились суперкрутые, суперобъемные. Здесь он тоже суперобъемный, все, как я хотела. Мощный оверсайз, все, как мы любим. В общем, я горжусь собой. Чуть-чуть попозже, может быть, наверное, завтра приступлю к переделке первого свитера. А сейчас я пойду на югу. Потому что я так много сидела за эти два с половиной дня. Это просто ужас. Мне нужно подвигаться. Мое тело устало сидеть. Тотал блэк аутфит, как всегда. Да, я сегодня повязалась. Какой-то очень странный шарфик. По-моему, он мне вообще с Алиэкспресса в качестве подарка пришел. Но у меня сегодня немножко вот такой bisexual вайб. Поэтому пусть висит. Если вы не знаете, как я звучу. Сегодня вторник. Замечательный день. Потому что я еду за Аленой. Я ее встречаю. Я не знаю вообще, насколько типа этично будет всю эту историю освещать. Но если вся история сейчас здесь будет, это значит, что Алена разрешила и все ок. Я у нее просто спрошу. Если да, то я расскажу. Если нет, то я не расскажу, получается. Алену в четверг сбила машина. У нее сломана была ключица. И у нее была операция. Она все это время лежала в больнице. И вот сегодня я ее встречаю из больницы, чтобы мы с ней вместе забрали какие-то вещи, которые ей нужны. И она какое-то время поживет у меня. Потому что я волнуюсь, что ей, скорее всего, будет очень трудно одной жить. Сложновато справляться с жизнью одной рукой, когда ты все время справлялся двумя, скажем так. И наша квартира из соседства превратится в общежитие. Теперь у меня в комнате нет второй кровати, потому что мы ее вынесли на кухню. И вот Алена будет спать на кухне. У нее благодаря этому будет свое пространство, в котором она не будет зависеть ни от меня, ни от Ильи. Во-вторых, у меня будет свое пространство, в котором я не буду зависеть Алены. И, соответственно, мы сможем просто разделить наши комфортные зоны. Это очень хорошо. И также у меня останется мое место для вязания. Кресло стало вообще любимым местом для вязания. Я не встаю с этого кресла, реально. Я обожаю здесь сидеть. Так что пожелайте удачи. Жесть, Ален. Да, у тебя тут просто гидромассаж был, по-моему. Уборка. Каждый день. Дежурство. Утром. Один. Вечером. Второй. Днем. Водить мальчиков нельзя. Водить девочек нельзя. Водить бактерии нельзя. Да и лучше самому тоже не переходить. Пижама. Пусы обязательно. А, как у меня будет зарядки. Субтитры сделал DimaTorzhow. Запомни, ты свой лучший кейс, и ты выполнил один из проектов. Который разъебаться перед тем, как стать чем-то значительным? Да. Надо же начинать с нуля. Хотя, как стать чем-то значительным, нужно очень значительно разъебаться. После того, как я начала первый стажировочный день в школе английского, это не то, что стажировка, это скорее обучение сначала, а потом стажировка. Как видишь, я думала, что должно произойти, чтобы я не прошла обучение. Вот что должно было произойти. Все что угодно. Как оказалось, все что угодно. Тем не менее, настроения на тот момент были такие. Вырисовывались ближайшие два месяца, полтора месяца, как расписанные шаги, мне понятные, не пугающие меня. По идее, это то, к чему я очень долго бежала. Все эти полгода после завершения вуза. На самом деле, и до этого, и во время вуза я же тоже постоянно думала, какая у меня там работа. Чего я за дело? Какое мое дело? У всех есть дело? У меня нет дела. Мы нарисовали дальнейшие шаги. И тут бац! И я сижу за зону боком, после этого первого созвона. И я понимаю, что это моя жизнь вообще никак не изменила. А это было все, за чем я бежала. То есть, я постоянно гнала какую-то просто гонку. Оказывалась там от лишней встречи с тобой, отказывалась от лишней встречи с другими друзьями, с другими дружками. Ради того, чтобы там побольше поработать, побольше поискать вакансии, побольше чего-то погуглить. И, не знаю, почитать, чтобы быть более начитанной, более привлекательной, как условный там, не знаю, работник. Ну, такие всякие домыслы. Но в моменте вот я сижу, и я вроде как нашла, все сложилось, но моя жизнь не изменилась. И ничего не изменилось. И я сижу такая, и это все? Я вот ради этого все это делала? И у меня такое было разочарование. И я чувствую, что я всю жизнь, всю осознанную жизнь, я бегу через джунгли. Прорываю сам себе путь. То руками, то какими-то балками, то чем-то еще. Я вся исцарапанная, я вся в крови, я очень уставшая, я вся потная. Я постоянно дискомфортна, всегда. Но я бегу, я бегу, я знаю, что мне нужно бежать. Я знаю, что я бегу. Я уже начала видеть свет перед собой, я вижу, что конец джунгли. И я добегаю, и я рассекаю последнюю там лиану. И то, что передо мной, это огромный обрыв. Там ничего нет, я бежала в никуда все это время. Я чувствую, что я вот как в кино, когда они там бегут, бегут, бегут. Потом так вот хуяк, камера отъезжает, и там ничего нет. Он просто стоит, и там типа пустота. И я вот, и я чувствую себя вот так. Я вот сейчас в моменте, я не чувствую, что у меня больше нет времени. Я чувствую, что у меня есть время. Но я не понимаю теперь, на что оно у меня. Я вообще не понимаю, что мне теперь делать. Или когда ты что-то впервые делаешь, там типа отстриг волосы. Когда у тебя были там длиннющие до полка волосы, тут их раз, и коре. И ты просто их отстригаешь, и ничего не чувствуешь. Ты просто делаешь первую туровку, и ты ничего не чувствуешь. Но вот с чем-то вот таким, что ты всегда представляешь как что-то глобальное, ты в итоге, ну происходит это глобальное, и оно оказывается, что оно не ощущается в моменте тем, как ты это представлял себя. То есть по факту, это же еще история как будто бы об ожиданиях. Когда ты построил себе одно, и в реальности это всегда на десять. Нужно делить на десять. Всегда. То есть это чаще всего это не так будет. Перед тобой и остается это громадное обрыв. Но возможно, если немножко так заглянуть, то там где-то чуть-чуть, там может на одном этаже, чуть пониже, может на мост через этот обрыв. Это интересно. Немножко куда-то налево смотришь там. Ну да, то есть возможно надо просто голову покрутить. Покрути. Я сейчас только вот туда лову. И для этого нужно время. То есть для этого нужно, чтобы нужно немножко встать, немножко потратить как бы какое-то усилие, и какие-то, ну что-то сделать, и постоять немножко, посмотреть, поразглядывать все, что вокруг тебя сейчас происходит. А не сломя голову, думать, ну ладно, я сейчас прыгну вниз, там посмотрим, что будет, может быть там вода. Ну то есть это опять-таки тоже разговор о том, что бежать бессмысленно. Бежать без понимания куда, как ты это делаешь. Без внятки на то, что ты ощущаешь в этом моменте. Есть закат? Нет. Там стоит по-моему твой твой. Держи. Пройдет? Да. Реклама старта. Вот так? Давай ты открывай. Ты меня выбрали. А, понятно. Не бойся. Это твой первый год. Твое имя вписано только один раз. Тебя не выберут. Чуть-чуть засыпай. Могу. А то попробуй. Правда хочешь знать, как выжить? Ты должна всем нравиться. А, не ожидала, правда? Когда игры в разгаре, и ты там хочешь есть, пить или замерзаешь, твою судьбу могут решить лишний глоток воды, нож или, например, пара спичек. И все это можно получить только от спонсоров. А чтобы иметь спонсоров, им нужно понравиться. Ты, детка, в этом смысле пока что не на высоте. Русский акцент, как всегда. Ну ладно. Русский акцент, I know. I'm sorry.